Два года уже СВО. Два года, хотел сказать, беспримерного мужества, самоотверженности, самопожертвования ребят, которые там на фронте, их семей, которые здесь. Ну, конечно, не беспримерного, потому что, к счастью или к сожалению, таких примеров нашей истории было немало, к счастью, потому что это говорит о том, какой мы замечательный народ, потрясающий народ, к сожалению, потому что нашему народу пришлось через все это пройти. Я в эти дни думаю о том, что когда те восемь лет с 14 года по 22, мы, мы наш патриотический лагерь, мои друзья, мои коллеги, часто ныли у себя на кухнях, в гостиных, где-то в кафешках каких-то, пересекаясь на работе, что вот, дескать, почему же вот верховный не принимает решения, почему мы не идем в Донбасс, почему мы не защищаем своих. И было у меня такое ощущение, что, наверное же, он что-то знает, он же точно лучше информирован, чем мы. Когда в эту ночь я еще не спала, пролистывала, я обычно очень поздно ложусь, а в эту ночь что-то мне совсем не спало, просто так, ни почему, никакого предчувствия меня не было. Хотя, оговорюсь, в декабре еще мы той же компанией наших друзей, весь наш патриотический лагерь спорили об этом, и я тогда сказала, я такая была одна в этой компании, что если до конца зимы не начнется большая война на Украине, я очень удивлюсь, если я что-то понимаю в политике в нашей, она начнется. Ну, именно конкретно в эту ночь я ничего не ждала, у меня никаких таких данных не было. И вот увидела эти сообщения, разбудила Тиграна, он мне не поверил, стали звонить друзьям, они тоже сначала не поверили, потом кто-то из них сказал, ну что, шампанское открываем. Ну, так, как такую горькую шутку, потому что, конечно, все понимали, что шампанское открывать рано, и до сих пор мы его не открыли, стоит в холодильнике. Но очень скоро стало понятно, почему, собственно. Восемь лет мы этого не делали, потому что мы набирали силы и готовились до тех пор, пока это было вообще возможно. Еще бы, конечно, нам чуть времени, но уже стало понятно, что Украина уже, как они считают, как их руководители, кукловоды, так называемые, считают, уже готова, и вот-вот начнет наступление и на Донбасс, и на Крым. Что нам не было понятно, с чем придется столкнуться? Конечно, ждали санкций. Конечно, ждали, что Запад будет помогать Украине боеприпасам и прочим. Но никто не ждал, что до такой степени это будет война впервые в нашей истории со всем западным миром. И впервые в нашей истории без союзников. Вообще, у нас же был этот же западный мир, часть его, самая мощная его часть, были нашими союзниками во Вторую мировую, в Первую мировую. А сейчас мы одни против всех. У нас есть нейтральные доброжелатели, есть, конечно, Белоруссия, но у нас с ними союзное государство. А остальные, кто как бы не против нас, они именно не против нас, но это же не союзники наши в этой специальной военной операции или войне, в прямом смысле слова, а именно доброжелатели. Это не в укор им, каждый защищает интерес своей страны. А так разложились геополитические карты. И вот мы два года воюем со всей мощью западного мира. Быстро это кончиться не может, по определению. Собственно, исхода, как мне кажется, может быть два. Как и когда это закончится. Исход первый, если внутриполитическая ситуация в этом западном мире изменится так, что ввести дальше эту войну станет уже невозможно. Она и может, и не может так измениться. Почему я считаю, что может? Может, потому что она меняется уже сейчас. Мы смотрим вопросы. Если в 22-м году большинство стран G7 считали своей главной угрозой для себя Россию, то сейчас остались только самые упертые Британия и Япония. И я думаю, что в 24-м году, это вот по итогам 23-х годов, в 24-м году вообще Британия останется в одиночестве. В Японии вообще интересно. Наш японский спутник, вот посмотрите скриншот, запустил опрос в соцсети X или X, бывший Твиттер. Опрос, собственно, такой, нужно ли помогать, восстанавливать Украину, вообще помощи Украине. 58% против, только 4% за. А просмотров у этого Твита на момент, когда я делала скриншот, 8 миллионов. Представьте себе, это очень много. На японском языке в Японии. Так вот, если критически изменится общественное мнение в этих странах, ну, не смогут уже в такой степени точно политики и руководство, как бы им ни было, наплевать на мнение своего населения, помогать Украине, если население в такой степени против, потому что им же избираться потом все-таки. На выборы идти, у них тоже конкуренция есть. Почему это все-таки сложно? Потому что цензура там такая. Они скоро и Твиттер закроют, последнюю лавочку прикроют. Такера Карлсона уже уволили он. Ну, цензура. Они позакрывали практически все щели, называется, из которых дуло слово свободы, правды и демократии, что оно больше им не дуло, чтобы они сидели в своей духоте, своего вранья. И никакой наш свежий воздух к ним не проникал. Мы, конечно, находим другие щели. Всегда можно найти щель. Они конопатят, мы находим следующий. В общем, такой тебе не толкай. Это первое, чем это может закончиться. Второе, чем это может закончиться, это может закончиться большим и страшным тараном. Тараном. Не в прямом смысле слова, конечно, метафора такая. Как в Карибский кризис. Вот представьте себе, сейчас они дадут Украине F-16. Точно ведь дадут. Как говорят эксперты, я не эксперт, но я много общаюсь с военными, они все говорят, что эти F-16 с территории Украины взлетать не смогут, потому что инфраструктуру до этого мы уже с Божьей помощью благополучно разрушили. То есть они будут базироваться и взлетать с аэродромов где-то рядом с Украиной. А что же у нас там рядом с Украиной? А рядом с Украиной у нас почти сплошные одни страны НАТО. И допустим, они будут взлетать из Польши, из другой какой-то такой неприятной страны. А нам что остается делать? Ну что мы должны делать в такой ситуации? Что вот армия должна делать в такой ситуации? Армия должна бомбить эти аэродромы. А эти аэродромы, предположим, находятся в странах НАТО. Это что? Это прямой конфликт со страной НАТО, с непредсказуемыми последствиями. И в какой-то момент им надо будет принимать решение. Идти на этот таран с ядерной державой, которая может примерно за 6 минут разнести Великобританию. Или, как говорил один американский генерал времен Холодной войны, даже если Соединенные Штаты Америки всей своей мощью ударят по Советскому Союзу превентивно, то и тогда у Советского Союза останется достаточно сил для того, чтобы превратить Соединенные Штаты Америки в пролив между двумя Великими Океанами. Рискнут они этим? Пойдут они на это? Я думаю, что нет. У нас ставки высокие. Мы боремся за право своего существования, за право оставаться теми, кто мы есть, за право быть Россией, за наш русский мир. А они за что борются? Они борются только за то, чтобы нам еще чуть-чуть поднагадить. Стоит ли эта высокая цель нам чуть-чуть поднагадить вероятности полного уничтожения западной цивилизации? Да, наша будет уничтожена вместе с ними, но ведь и их будет уничтожена. Я не думаю, что они посчитают, что они того стоят. Не люблю давать прогнозы. Ну, скажем так, это такая вот прогностическая развилка. Что нас ждет в ближайшее время? Конечно, скоро это не закончится. Два года, три года. Это не предел. Война одной России со всем западным миром. Это тяжелое предприятие. Я знаю настроение у нас наверху тех людей, которые принимают решения. Они не будут устраивать вот эти вот мясные штурмы, как устраивает Украина, и безрассудно бросать для галочки, для отчетности. Надеюсь, что не будут. По крайней мере, пока мы видим, что понятно, что на войне гибнут люди, гибнет много людей. Но все-таки такого вот безрассудства нет, и мы оставляли города. Нам горько, что мы их оставляли. Херсон, Харьков и другие. Но все-таки мы оставляли их зачем? Ради сбережения наших людей, правда же? Об этом не надо забывать. Поэтому это будет длинно. Ну, а нам что остается делать? А мы будем помогать столько, сколько нужно. Меня очень порадовал мой коллега, телеведущий. Не хочет он, чтобы называлось его имя. Но он помог, хорошо помог. Вот бойцы ему отправили благодарность. Дорогой Вадим Анатольевич, приветствую, благодарю. Выражаю огромную-огромную благодарность от лица всех ребят, которые сейчас находятся под Работино. Ведем активные действия. Спасибо большое за птичку. Сохранит большое количество жизни и позволит эффективно выполнять задачу. И даже позволит сохранить противнику жизнь. Потому что при такой разведке, как показывает практика, чаще сдается в плен, ребята. Можно грамотнее провести действия и сохранить больше жизни. Все-таки братские народы. Спасибо еще раз большое. Мы вместе делаем общее дело. Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Благодарим вас за предоставленный маек. Особенно с ночным видением. Благодаря нему будем поражать противника. Мы сейчас находимся в Токмаке. До нас ваш Мавик доехал. Еще раз спасибо большое. По возможности будем присылать с него видеоотчеты работы. Спасибо. Очень приятно получать такую благодарность с фронта, правда? И знать, что ты поучаствовал в нашем общем будущем и в нашей победе. Поэтому вы, пожалуйста, присоединяйтесь, когда мы объявляем такие сборы. На базе Центральной библиотеки номер 197 имени Анны Ахматовой открыта библиотека совершенно нового формата «Смарт». В технологичном пространстве площадью 2500 квадратных метров созданы все условия для непрерывного образования и развития навыков XXI века. Книжный фонд – более 160 тысяч экземпляров. Читатели могут найти коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным, техническим и естественным наукам, а также научно-популярную, художественную литературу, нон-фикшн и ноты. Библиотека предоставляет своим посетителям доступ к электронной библиотечной системе «Библио-Россика». Библиотека «Смарт» – это абсолютный каворкинг, зал-трансформер для организации мероприятий, кафе. Сложно представить, но сегодня ходить в библиотеку становится снова модно. «Смарт-библиотека» имени Анны Ахматовой находится на улице Крылатские холмы, дом 34. А у нас в эти дни, с 23 февраля начиная, прошел наш фестиваль «Время героев». Потрясающий фестиваль, на котором мы показываем наши фильмы. Их уже у нас сотни фильмов, посвященных СВО. На котором блистательные фронтовые поэты читают свои стихи. На котором поют настоящие музыканты. Не шушера вот эта понауехавшая или такая затаившаяся, молчащая. А настоящие люди. Я просто хотела вам показать, как это все проходит. У ребят своя, можно сказать, война там. А у нас своя война. Это мой долг. Моей родине, это долг моей семье, это долг моему ребенку. Не понимал, за что мирных, зачем это нам. Зов был, придет время отвечать. А я что отвечу? Боевые друзья, в ближайшее время с оружием в руках, на поле боя, плечом к плечу, со своими товарищами, вы будете защищать нашу родину, наш народ, свой дом, Россию, Отечество от современных фашистов и нацистов. Сломались ли годы, часы ли спешат? Не первое, брат, не второе. Ускорило время московское шаг. Над Спасскими время героев. И снова с брусчатки коснувшись Кремля, на битву уходит солдатик. Вернуться домой захотела земля, чуть-чуть погостила и хватит. Пока по слогам, но пора бы прочесть, что нам на роду написали. И вычистить память, и вычистить честь, и выковать правду из стали. На печку лечей, как не горек замес, в горниле дрова разгорелись. И фронт — это наши медали оверс, оттыл, несгибаемый реверс. Так брат на Руси повелось испокон. И прадеды знали, и деды, что время героев поет в унисон с курантами нашей победы. А ну-ка, братцы, дайте джаза! Стеной пойдет на пулемет, Нечайшая дивизия до 20. Стеной пойдет на пулемет Нечайшая дивизия Донбасса Это были просто кадры из фильмов. Мы эти фестивали проводим регулярно в разных городах, даже в Турции проводили, в разных странах. Вы приходите, он, разумеется, бесплатный. Нужно только заранее зарегистрироваться. Понятно, соображение безопасности. Смотрите на нашем сайте. Время героев называется. Ну, вы легко его найдете в интернете. Приходите на следующее. Я тоже зайду. С вами там увидимся. Божьей помощью. Я не хожу, конечно, на все, но на какие-то приду. В общем, все это, конечно, до слез. И очень круто, что люди приходят в зал битком и уходят в слезах, в таких настоящих слезах. Кто-то, кто, может быть, чего-то недопонимал, понимает. Мы будем продолжать это делать столько, сколько нужно, чтобы поняли все, чтобы сомневающихся не осталось. В 2020 году в Москве завершилось строительство центра современного пятиборья «Северный». Он вошел в состав спортивной школы Олимпийского резерва «Северный». Спорткомплекс соответствует международным стандартам, что позволяет готовить спортсменов олимпийского уровня. Одновременно в спорткомплексе могут заниматься до 280 спортсменов. В составе центра — универсальный спортивный зал на 3,5 тысячи квадратных метров с беговыми дорожками и зоной фехтования. 50-метровый плавательный бассейн на 8 дорожек оборудован современной системой водоподготовки и системой хронометража с точностью фиксации до сотой доли секунды. Конно-спортивный блок состоит из конкурного поля, большого манежа, трибун на 300 зрителей и конюшен на 40 лошадей. Стены тиров спорткомплекса для стрельбы из лука и пневматики отделаны сертифицированными антирикошетными материалами. Спортивный объект удачно расположился неподалеку от жилых комплексов, школ и бизнес-центров. И вопрос тоже в тему. Это один из тех вопросов, которые я задаю в своем телеграм-канале «Маргарита Симоньяна. Литература и история». Подписывайтесь, отвечайте. Кто первый ответит, тот получает с моим автографом, разумеется, бесплатно, мою книжку-сборник рассказов «Водоворот». Вопрос такой, мне он очень нравится. Я вопрос сама пишу. Лев Гумилев писал, что на Кульково поле пришли москвичи, ростовчане, белозерцы, смоляне, а ушли с него кто? Станция метро «Профсоюзная» пользуется популярностью у жителей района. Самая большая ярмарка во французском стиле работает в Черемушках. Кованые ограждения, чугун и сталь. За основу взят стандарт европейского вокзала XIX века. Без посредников, сразу на ярмарочные прилавки. Здесь собрана продукция почти со всех российских регионов. Представлены и московские фермерские хозяйства. Здесь можно приобрести фрукты, овощи, хлебобулочные изделия, сыры, рыбу, мясо, молочные и колбасные изделия, мед и кондитерскую продукцию. Павильон во французском стиле оборудован системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения. Комфорт покупателей – выгода продавцам. Ярмарка открыта с 9 до 20 часов со вторника по воскресенье. Понедельник – санитарный день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова